Приветствую вас. Я думаю, что здесь вопрос, ваш вопрос стоит таким образом, ну, примерно, да, что вы достаточно тяжело переживаете ситуацию, вот, при которой, значит, вас, как вы говорите, не оценили. Мне, по крайней мере, так кажется. То есть, вы считаете, что вас завалили? Вот, вы считаете, что вы с вами несправедливо обошли? И мне кажется, мне кажется, что речь здесь в большей степени про то, чего вы ждете от мира. Мне кажется. Мне кажется, что речь здесь в большей степени будет про то, чего вы ждете от мира и чего вам мир не дает. Точнее, мир, он в общем и целом оказался другим, таким, каким вы его, по-видимому, себе представляли. И мне кажется, что вот этот момент является здесь ключевым. То есть, вам сложно, как мне опять же кажется, ну, проходить через неудачу, через, ну, может быть, недооценённость какую-то и так далее. И вопрос здесь заключается в том, какие у вас ожидания от мира, какие у вас ожидания, может быть, вот, самой себя, потому что, например, у вас к себе высылки достаточно требований. То есть, вы от себя требуете достаточно много. Но также много вы, допустим, требуете от, ну, от людей. Да? Вот. А не у всех людей есть такие же требования к себе. Вот. И, соответственно, вам это кажется несправедливым. Поэтому я бы сказал, что здесь у вас некоторое идеализированное, немного наивное, может быть, представлять представление о себе и мире. И то, что вы чувствуете себя уязвлённым. Вот. Вероятно. И мне кажется, что дело здесь не только в самой профессии, хотя это может быть тоже, я не знаю. Но дело здесь в том, что вы поняли, что быть успешным, быть всегда высокооценённым не получится или не будет получаться всегда. Вот. И ваша психика начала вырабатывать механизм защиты, понижая, подавляя ваш интерес, ваш интерес к тому, что вы, в общем-то, ну, делаете, да? К тому, что вам нравится, к тому, что вам интересно и так далее. Вот. Мне лично кажется ситуация вот такой. И, соответственно, здесь в первую очередь нужно работать именно с вашими ожиданиями. Второе – это самооценка, которая, на мой взгляд, достаточно сильно зависит от внешней оценки. Вот. История, что меня завалили. Вот. Может быть, завалили, может быть, нет. Но, как бы, дело в том, что, обращая внимание на этот аспект, вы упускаете из виду другой аспект. Вот. Вероятно, стоит несколько подробно поисследовать момент, связанный с тем, что для вас значит ваша профессия. Вот. Может быть, на самом деле вам хочется и нравится немножко другое, то есть вы их хотели лечить, но не для того, чтобы лечить, а, например, для того, чтобы быть знаменитой и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, да? Если вам нужно просто немножко перефокусировать свою энергию, направить её, пожалуй, именно вот на то, что вам важно, да? На то, что вам важно при условии, что вы так согласны, и при условии, что это вам, ну, как-то вот, словно там говоря, откликается, да? Например. Вот. Потому что, ну, понятно, что если вам это не откликается, то довольно сложно будет, как бы, этим заниматься. Немаловажным моментом является то, что вы хотите сделать работу максимально качественно и быстро. Вот. Это тоже возможно не всегда. Вот. Если вы делаете упор на это, то тоже рискуете поместить себя в пространстве. Вот. Потому что не всегда, не всегда, далеко не всегда можно сделать работу так, как хочет ценно, да? Работу сделать не получается. То есть это, воборот, опять же, адекватного восприятия мира, ну, и, вместе с тем, осознавание себя. Вот. То есть, ну, насколько, условно говоря, хорошо вы себя понимаете, да? Вот. И, насколько хорошо вы, там, чувствуете на это, чего вы хотите. Особенно если, там, ну, не знаю, по жизни вас направляли, допустим, на другие люди. Вот. Поэтому, тут вот такой момент. Никакого правильного, как вы говорите, пути, нет. Каждый выбирает его сам. Но вам нужно научиться прислушиваться к себе, чтобы выбирать наиболее адекватно. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Подписывайтесь на мой канал.